Всем привет, это Let's Play. Начинаем мы его по игре Rage. Я решил сделать его по собственному желанию. Так как игрушка прикольная, я думаю, почему не сделать Let's Play? Игра достаточно такая, что поиграть стоит, короче. Короче, начнем с того, что разработчики, как бы так сказать, лоханулись вначале и выпустили игру, не доработав ее. У многих геймеров она просто не пошла, и они стали выпускать патчи, которые что-то там фиксили, что-то там убирали, что-то прибавляли, DLS, все такое. Вроде как бы они помогли-то, вот эти патчи, но многие-то ее запустить так и не смогли. У меня тоже была проблема с этой игрой, не запускалась она, но я решил ее таким способом. Погуглил, посмотрел советы, и смотрю, пишут люди, что помогает удалению файла из рестора. То есть заходим в рестор, удаляем файл, это файл Касперского. Но когда мы удаляем файл Касперского, сам Касперский работать не перестает. Он у меня сейчас включен, этого файла, не знаю, нету. Наверное, я думаю, игра, наверное, пойдет, потому что сейчас еще, конечно, не хватило сюрпризов, чтобы текстурки не прогружались. Вот таким способом. Игрушка достаточно прикольная, это экшен. Давайте начнем, что, лишних слов. Ну, игра, мы пройдем на среднем уровне, не будем лохами. Итак, смотрим. До столкновения с апофисом 100 секунд. Атлас на связи 1-1-3-4. Проверка. 1-1-3-4. Все в норме. Запускаю протокол Ковчаг. Идет подготовка к заморозке. Ввожу нанотриты. Есть. Система на биозы готова. Система погружения готовность 97%. Все копчеги в норме. Пошло погружение. 1-1-3-4. Есть. Цены подтверждены. Диагностика завершена. Входим в стазис. 1-1-3-4. Отбой. Принято. 1-1-3-4. Погружение. На связи Атлас. Отключаюсь. Желаю всем дожить до завтра. Такой достаточно эпический трейлер. Хорошо сделанный. Мы играем за одного из вышедших ковчега. Итак, начинаем. Надеюсь, что проблем не будет и не возникнет. Все хорошо. Отлично. Зафиксированы внешние повреждения. Криогенные камеры в опасности. Камера Омега-5 приведена в действие. Экстренная активация нанотрита. 3-2-1. Контроллер нанотрита приведен в действие. Разблокировка затворов к реагену. Перезагрузка внутренних систем данных. Напоминаю, что мы играем единственным выжившим походу. Вот что хочу сказать еще. То, что в этой серии будет идти по 30 минут. Это достаточно большая игра и в минут 15-20 мы не уложимся просто. Я, конечно, играл эту игру. Слушай, такой движок смотрю вообще прикольно. Понравился мне, да. Уже игрушка прикалывает меня. Простите за мою неконструктивную речь. Воспроизведение записанной информации. Что-то я устал за сегодня. Так, что? Движок меня радует очень даже. Потому что, когда я играл, я, в принципе, внимания не обращал. Сейчас уделяю внимание всему, что будет в игре. Единственное, что... Это я помню, это было в ролике в трейлере. Единственное, что можно заметить, даже на высоких уровнях компьютера и его системках, не зависит от того, что мощный, не мощный. Когда поворачиваешься резко, видите? Что творится с текстурами. Они не прогружаются. Вот, можно заметить. Ладно. Потом, может быть, заметите. Здесь опасно. Залезай. О-кау, бро. Нам надо шевелиться. Бандиты тут повсюду. Пора варить. Прикольно такой брелок. Я Дэн Хаггар, а твое имя, сукин, сын, должно быть везунчик. Ты сказал, что за людей из Ковчегов правительство дает кучу бабла. Что? Ты даже не знаешь ничего о правительстве. Короче, я смотрю, ты вообще ни хрена не знаешь. Добро пожаловать в будущее. Держись, бандиты. Бандиты? Это плохо. Только мишени на спине не хватает твоему костюму. Что не так с моим костюмом? Они как у себя дома. Ищут своих дружков. Черт. Теперь у нас проблемы. Какой-то руль странный. Нужно спешить домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. И за тобой. У меня есть план, как вытащить нас из этой дыры. А вот и все. Там, милый, там. Да, это база, я ее помню. Двойная. Это будет слепой летсплей, потому что я проходил максимум одну-две миссии. Дальше я не играл. Как только я получил машину, я больше в нее не захотел. Так, это бегать, как же, как идти? Нельзя? Печально. Ага, подожди, нет. Нет, ладно. Не суть важная. Слушай, спасая тебя, я сильно рискую. Не только своей шкурой, но жизнью всех наших. Я не искал себе проблем, поэтому выжил. А ты уже проблема. Ну, прости, бро. Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Все просто, не так ли? Чтобы никого не осталось, кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, на хлеб не намажешь. Че-то такая чувствительность мыши вообще бешнего. Так, думал, будет нормально. Прикручил скорость. Фукау! Сядемся поудобнее. Для тебя. Вы люди из ковчегов какие-то особенные. Графика похожа на борту лайнс. Слегка. Ну, как слегка. А, это беды, да? Судя по всему. Хорошо. Найди их логово. Так, ладно. Веревшие проблему. Тут нет ничего. Патронов никаких. Тут пока нам сюда не надо. Ну, отправляемся. Чего нам делать? Да и больше, в принципе, ничего. Радует... Меня лично радует радар. Все понятно, все ясно, куда идти, как идти, и что делать. Многих играх это просто не учитывают и не считают нужным. У меня это очень бесит. В принципе, когда сейчас едешь, не вижу то, что текстуры не прогружаются. Вроде бы все нормально. Когда поворачиваешься резко, начинает... Тихо. Когда вот диалоги идут... Когда диалоги идут, так бешеным мышкам крутится. Когда вводишь по прицелу, она достаточно в пределах нормы. Так. Это миссия, по-моему, помню. По-моему, помню. Тихо. Сохраняйтесь. Сейф тут на F5, нет? Ага. Отлично. Хорошо. Идем дальше. Понятно. Спасибо, Кэп. Так. Что у нас тут? А, нет, можно. Консервы нашли. Ага. Ну, да. Это очевидно. Много ходов в начале не бывает. Так. Ждите. Слушайте, подожди. Ага, все понятным. Как? Жди, а где у нас дробаш? Эээ. Ага. На колесико, а как на этом переключить? Ну, да ладно. А контрл, значит, у нас вот такая вот функция. Не суть важна, как говорится. Одна. Ты мой. Это че, правда? Кто кого снесет? Кто кому голос несет? Да-да-да, помню. Собирать специальную такую для замка фигнюшку, чтобы потом вот ее открывать. Зачем нам тут мусор? Его продавать как-то потом или что? Вот тряпки, я понимаю, для нашего хил-здоровья, да? А вот для чего этот мусор? Фу, мусор опять. Я не пока. Не знаю. Хм-хм. Вот, сейчас только что было непрогрузка текстур. Да сейчас вот нам на камне. Может, вы это не видите, но когда играете, поверьте, это очень заметно. Особенно тот человек включает, когда понимает, что такое вообще геймплей и сама игра. Они просто... Они просто какой-то задрот, который проходит... Игру, несмотря на сюжет и не оценивая ее по какой-либо ступени. Ну ладно, об этом не будем. Просто вспомнил кое-кого моего знакомого, который проходит игры, ему просто пофигу. То-то, что какие эти камни, какие текстуры, какие там звукосопровождение игры, локализация, все такое. Ему просто пофигу. Игра хорошая, есть эффекты, все. Все, он рад, он проходит, он задрачивается. Ла. Ла, ла, его игра пустирает. Так, куда нам идти? А, вот сюда. Ух ты. Борзый. Это тетку. Странно как-то. Тут переключается оружие. Очень странно. Ай-яй-яй-яй. Я аж офигел. Нам было нам пойти туда или нет? Хотел туда пойти же, а? Ну-ну, что же нам Хагар тут прислал? Ты думаешь, к нам можно так просто ввалиться? На бойню его! Странно как-то покружили, мы потеряли сознание. Вот, да-да-да-да-да-да. Я люблю, когда жертва все видит и обещает, тебе будет очень больно. Так. Вроде бы понял. Да-да-да, понял. Давайте быстрее выберемся отсюда. Не хочу я тут вообще находиться. Блин, вот. Хорошо, конечно, что такая напоминалочка есть, но по сто раз мне говорить не надо. Вот в этом месте я долго путался. Он здесь! Очень много путался. Тихо, ты кривой. Так. Я, конечно, люблю походить по всяким сакалукам, поискать секреты. Но сейчас не самое время. Глава не запутаться, запутаюсь все, это плохо. Я уже запутался немножко. Ладно, пошли туда, но, видимо, нам туда. Куда я хотел пойти, но не пошел почему-то. Да, нам сюда. Это полный с друговика. Ух ты, как мощно-то. Мне понравилось, короче. О, обожаю. Тихо. Отлично, бинты. Хорошо. Мы все обыскали. Буком, да? Мы все обыскали, обыскали. Обыскали. Идем дальше. Тихо. Тихо. Пусть амнезии у меня уже. Клупый страх. Насчет амнезии, если кому-то интересует, серий больше не будет. Да что ж такое, как пере... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. Так. Знаете, вот когда... Играешь на сплэй, как-то интересно становится играть. И вот это вот вообще... Не люблю одиночные игры. Вот такие вот, как, допустим, вот это вот. Лучше покидать кооперативы вместе с друзьями. Это будет более интересней. Так, где тут еще? А, вот. А вот когда ты играешь так, ощущение, как будто вы со мной. Я не один. Подожди. Я достаю доллары или я трачу доллары? Вопрос. Странно переключается оружие. Тихо. Хлёй, какой. Подожди, я не вижу. Откуда? Я думаю, мы эту игру пройдем полностью. Извините, что не сразу все сказал. Как-то... А он не пришел. Эту игру мы пройдем полностью. Я думаю, что мне интересно. Вам, думаю, тоже. Хотя, наверное, многие в нее просто... И уже давно играли, прошли. И думают, что... Ну, я то, что, в принципе, подумал. Но... Решил все-таки сделать. Let's play. Так, нам, судя по всему, пока с ним стрелограмм. Че, правда, братюнь? Слава тебе, господи. Слава тебе, господи. Так, все. Ничего тут больше нельзя не взять, не сделать. Что-то я тут должен взять. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Быстрее. Дурун-дурун-дурун-дурун-дурун-дурун-дурун. Ага, нам туда, да? Держи, а мы вместе уж не выполнили. Ладно, поднимемся, сходим тут по-быстренькому. Фастум-фастум. Посмотрим, че там такое наверху. О-о-о, да-да-да. Фу-ты, ё-моё. Тут мы были. Извините, пожалуйста. Я говорю, я могу путаться. Ай. Походу, мы сейчас завершим квест. А сколько я помню. С ветерком. Или нет. Или еще сейчас кого-то надо будет убивать. А нет. Все, квест мы выполнили. Да? Хорошо. Как раз прям мы уложились вовремя. 30 минут. И первый квест закончен. Мне кажется, или стало как-то подтормаживать. Да вроде нет. Странно. Ладно. Во, сейчас будет нормально. Программа такая хорошая. Фрапс, чем плохо, то это тем, что он разделяет видео. И весит они очень много. И дискомфорт. Как-то вот такие небольшие лаги. Это программа, которую я сейчас использую. Она не разделяет видео. Она снимает общем видео одним. То есть, весит немного. Допустим, если мы с ними увидим 30 минут, как я сделал сейчас. Оно будет весить около 1 гигабайта. Ну, и может побольше. 1,5. Но это не как фрапс. Там 3 минуты и... Сколько там? 3 минуты записал. В итоге получилось 3 гигабайта. Это не очень хорошо. Потом, главное, там в этом видео использовать кодеки, которые... Которые больше всего подойдут. И все. Дело рук. Братья Леонидовна. Молодец. Ты всем нам помог. Спасибо. Не мимико не совпадает, мне кажется. Но, как видишь, у нас проблемы. Слушай. Пока тебя не было, на поселение напали кучка каких-то неизвестных бандитов. Они ничего не взяли, просто пришли убивать. У нас есть раненые. А медикаменты подходят к концу. Мне снова нужна твоя помощь. Да, нам помощь твоя нужна. Но на этом серия заканчивается. Думаю, вам все нравится. Ставьте пальцы вверх. Будем продолжать обязательно. С вами был Гордиант. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok